Майман против DPMlicious. Поехали. Скриптовому боту нет, в рутоне чат. Ну и что? Понеслась? Там у неё Пикачу на фоне милота. Да-да, Пикачу, все дела. Поможет ли он ей своим позитивным зарядом? Ну, тут уже лекан напротив фантомки и отлетает. И, кстати, друзья, промо-коды-то не забывается. 6V723. 6V723. Ну что же, на второй линии вроде пока без происшествий тоже. Ну и на тридцей, соответственно, ситуация примерно аналогичная. Крипы только погибают. Ну и 7 золота уже есть у DPMlicious и находит блиндагер. На старте действительно очень приятный вуз. Сейчас можно будет куда-то героя переместить при необходимости. И будем смотреться. Ох, шесть профессионалов с этими даггерами со старта. Что за промо-код? Промо-код это выводите на сайте виплей и принимаете участие в розыгрыше. Девайсов от Razer. Мышки, клавиатуры, наушники. И в конце турнира будет разыгран ноутбук. Да, говорят, что Найман отмечал уже про DPMlicious. У нас Южная Корея. Говорят, что сильный игрок с большим количеством часов. Давайте посмотрим. Да, смотрите, черно-красная колодца. С личом. Мы, кстати, такую похожую видели, да? Она была у Павла. У GameKing. Да, отмечали уже, что жрет манну. Что Бристлбэк отлично синергируется с личом. Но вот неудачно встал лич, конечно, против Акса. По-моему, там не было другой комбат позиции даже, да? Но он пока живет. Да, с какой-то целью. Он в какой-то цель туда пошел. Лич. Может, он хочет разыграть Талера Стейтсензора сразу? А потом на дайгере на третью и там еще Аглоди разыграть? Ага. Есть такой план, кстати, да. Вот это вот в артефакте интересно. Ты можешь разыграть даже при одном черном герое две черные карты на двух линиях, благодаря дайгеру. Именно. Поэтому сейчас можно действительно разогнаться. Но я смотри, уже здесь дровка. Уже 5 маны. Сейчас на следующих год будет 6. Начинает разгоняться Найман на первой линии. Что может выглядеть опасно. Возможно, здесь стали Растейтсензора отдать. Да, это и делает хитро. Угу. Ну и встает и блокирует Дроу Рейнджер даже. Угу. Эх, конечно, это помогает дровку по тавру, но не реализует ценность. Тайлера стоит время... Тайлера стоит крипа именно по покупке. Ну, может быть, он что-то еще... Может, он, кстати, на следующий ход приведет туда Легионку, плюнет в минус броню, но это все равно не хватит. Да. Хорош, хорош. Не, ну, попытка. Здесь же выходит Оглодзе, и можно не сильно улететь. Но, в принципе, выживает пока Лич, и, возможно, на одном ХП его... На двух, на одном ХП его оставить, там. От дровки же баф работает. А тут прям ты посмотри. Все, все в бедного трента бахают. Ну, можно поставить волка напротив крипа, волк разгонится, волк не умрет, и Аксу придет тратить дуэль волка. Да. И при этом, даже если дуэль потратится, то крип уже будет смотреть прямо. И тогда тренд выживет. Ну, он решает, как можно больше ХП оставить у трента. Ну, хорошо. Не понимаю, почему. Вот можно было убить мили крипа в этом ходу, и шиволк разгоняется. А так он просто стоит, и все. Может быть, у него есть план на этого трента на несколько ходов вперед? Выходит Легион Коммандер сейчас от Наймана. И есть Берсер Колл, но Берсер Колл не убьет. Здесь Акса. Это беда. Темплар, скидывай все пруфы. Кому? Артефакт Зон скидывай все пруфы. Я ни при чем. Я про ранкет не знаю. Ну и что же здесь? Здесь Ликан возвращается после неудачного старта напротив Фантомки. И хочет на второй лан прийти, но встанет напротив Бистлбэка, может быть? Нет? Есть шанс напротив крипов. Угу. Два крипа. Ну и что же далее? Далее... О, опять они смотрят. Ты посмотри эти стрелки. Коварные. Ну, такое. Такое на самом деле. Учитывая, что тут есть чикен ДС. Смотри, кстати. Пишут, что 2000 часов на игре на UDP Milicious. Как тебе? Сколько, простите, часов? 2000 часов. Звучит, как хорошая тренировка перед туриками. С релиза. Но тем временем убивается дровка. Быстренько. Через дуэль. И в итоге сделать уже ничего нельзя. Газ не накинешь. Берсер Колд себе особо ничего не дает. Ты и так убиваешь этих двух юнитов. Отдущий выходит Бронзовый Легионер, что беда. Здесь разменчик и стол чистый. При этом Тайлера Стэйцензор все еще стоит. И ты на первой линии очень некомфортно находиться. Зачем личная жизнь, если есть артефакт? Серьезно. Что за глупые вопросы? Ну и что, смотри, здесь сейчас можно еще оглодий поставить. У вышки уже, кстати, 24 здоровья, останется 20. Это оверкоммит в линию. Оверкоммит, думаешь, да? Просто можно за даггер потом улететь. То есть ты отдаешь оглодий и улетаешь. Вот теперь точно оверкоммит в линию. Хотя нет, сейчас я вот теперь наоборот. Теперь оверкоммит будет оправдан, потому что здесь скоро будет комбай. И вот надо ломать и уже валить отсюда. Вот-вот. Так что есть в этом определенный смысл. Раз уж мана потрачена, берсер, кола, ни дуэли не будет заранее. И можно сильно откинуть оглодий и свалить. Просто куда сваливать? Выходит оглодий. Поверьте, я копаю огород с 8 лет. Нет. Это неинтереснее. Вы можете перейти по ссылке в описании, по баннеру в описании и сами узнать, какой коэффициент, потому что нам эти коэффициенты не сообщают. Ну и что, будет ли, как думаешь, будет ли она вообще спасать сейчас именно реча? Да, спасает, спасает. Хорошо для нее. Но, блин, окей. Вообще ситуация выглядит хорошо. Таур, когда точно ломается, и даже когда будет разыгран комбас, слишком много комбат позиций закрыто, и сломать за один ход комбой не получится. Надо еще и трон ломать, а вот ломать простые товары, а без комбы будет трудно. На первой линии всего 4 здоровья у легиона. Он там 2 крипа, один из которых бронзовый легионер. 4-2-2. А другой Тайлер стоит, который казалось бы 2-4, но минус манна. Да, тяжело бот с ним. Надо было с ним что-то сделать. И плюс лич идет на первую линию, сможет заслэить кого-нибудь. Или даже капдегра откинуть. Нет, капдегры не будет, потому что у Наймана все мертвы. А, так там вообще героев нет. Все, понял. Да, да. Он тут откидывается чекин-дес действительно, и... Залог на будущее. Залог на будущее. Либо майндгейм, либо майндгейм. Ну, отдавать такой дорогой ресурс на майндгейм. И теперь... А знаешь, я вдруг понял. Если бы не было чекин-деса, то у него был бы газ, чтобы оставить Оксану этой линии. Но был разыгран чекин-дес, пожадничный Лайман. Может, он этого и хотел. Может, он хочет, чтобы... Что ему делать? У него первый тавер-то сломается. Ему нечем дефать. Никто туда не идет. А, там еще Лич уходит. О, кстати. Ну... Да. Возможно. Возможно, ситуация сейчас вышла из-под контроля. Хрипчики не идут на первую линию. Сколько у нас урона уже? Все, что им нужно, это оглодия. А уже два оглодия отдала. Сколько в колодия? Всего три? Три, три, три. Она же прям правильная игрота. Хорошо. Вот, там показывают. Да, еще один из трех ЕС. Но, смотри, она отправляет Лича в мид. Еще, кстати, там два бронжных легионера. И Stonehall элита три. То есть, шанс вызвать крипа сейчас очень велик. А как думаешь, почему она отправилась на второй лайн все-таки? И вот он оглодия. Она ловит оглодия. Офигеть. Вот это просто все. Так Лич-то ушел. Только Лич не пошел. Лич ушел на вторую линию. Она не может разыграть его. И у нее не хватает урона сейчас. Окей. Странно. Для двух тысяч часов. Возможно, мы чего-то просто не понимаем. Но, по-моему, этот плей сейчас выигрывал ей игру. Этот ход. Забирается инициатива. Будет Кап Де Грей на следующий ход. Но она могла закончить прямо сейчас. Посмотрите, сколько там? Тридцать четыре. Не хватает тринадцать. Это было бы плюс четыре, плюс пять. Еще плюс четыре. Это хватает. Да, да, да. Это был точный урон на Литл. В этом-то и фишка. Тут же сбрасывается Тайм оф Траймф. Убивается Акс. Это повезло. Ей не нужен Тайм оф Траймф в этой игре. Ну да. Думаете, может, нервничает? Сомневаюсь, конечно, что-то нервничает. После двух тысяч часов артефакса. Ну и, в общем-то, в итоге вторая линия, конечно, упадет. Но первая сейчас может закончиться. Пуш потенциал. Там три героя выходят, да. Процент был маленький, но тем не менее. Это был шанс на победу. Здесь в итоге брендаггер. И куда полетим? На первый лайн полетим? На первую, на первую, конечно. А куда еще? Тебе надо дефать. Ты третью не сломаешь. Ну да, там только тренд развлекается. Ну, обидно, конечно, потрачен. Сюда была Селемина на вторую линию. И не получилось. Ну и что еще смогут сейчас реализовать? Блин, ну, хотя ладно. Мы тут что-то это самое. Слишком много нервничаем. А по факту это не тот, как сказать правильно, это не такой мисплей, который ты можешь просто сломать игру. Это мисплей, который ты можешь себе позволить. У тебя 4 хп тут, 13 там. Ну, это, конечно, да. А у противника еще все плохо. Это, конечно, да, но тем не менее. Допустим, один раз такое-то сделал, вроде, ладно, подумал, ничего страшного. Потом такое сделаешь, и это может проиграть тебе игру. Так что тут тоже опасно так думать. Сколько урона осталось? 17, по-моему, да, урона? Заходит в вышку. И три героя выходят. Ну, нет, там не будет сейчас урона. Надо будет искать его как-то другими героями. Угу. Но пока очень сильно мешает агрестать цензор. Маны очень мало. И спасет только Чикен Десс. Хорошо, да, я залью себя на Ютуб. Наймана тоже. Не пропустите. Ну и что, три героя приходят. Чикен Десс позволяет не переживать, по крайней мере, частично. Но вот там еще один Тайлер Эстейт. Он просто может всю ману вырезать здесь, и Наймана Твит просто ничем не сможет. Но хочется Аглоди поставить. Хочется. Ну и что, если будет Аглоди? Какой-то гаст. Здесь не синяя колода. То есть ты не боишься аннигиляции. То есть что может сделать зелено-красное, чтобы помешать ударить? Только юнитов просто. Смотри, ты ставишь Тайлер Эстейта, у него мало манны. Так. Но нет Аглоди. Потом ты ставишь Легионера. И когда он заблокирует все, ты просто одеваешь Демагишн Мол на Легион и ломаешь Чикен Десс. То есть смей так, то есть сейчас он оставит волка, Демагишн Мол ломает Чикен Десс, и Слейм убивается волк, и это вин все равно, в любом случае. Да. То есть тут... Просто не хватит ресурсов, чтобы закрыть все. Так что ситуация действительно неприятная для Наймона прям со старта. Но это пока только первая Best of 3. Опять же, если он вдруг... Первая игра, первая Best of 3. Первая игра, Best of 3, да, то есть все еще может измениться на второй, на третий. Два старлайна ему что могут... Ну да, у него два старлайна, но он ничего с ними не сделает. Так что первая игра за ДП Мелишес. Вот удивительно, что про нее не было информации, потому что играет она очень даже неплохо, за исключением вот этого момента с Личом, но это тоже можно оправдать. Так что сейчас будем смотреть за второй игрой, как там ситуация будет реализована. Спасибо всем, кто подписывается. Фоловицам, на Пессенам, Хаук, Сидриэль. Всем добро пожаловать. Сегодня мы с вами до трех ночи. Хотя, возможно, здесь побыстрее будет, но как знать. И вторая игра... Снова, снова Фантомка напротив Ликана. Ну, окей. Ну и Наймон Сидим, да, поделать ничего не может. На второй линии тоже не самый удачный деплой. И, кстати, промокод 3365F. 3365F. Вводим его на сайте vplay и участвуем в розыгрыше Device FatRazor. Так, ладно. Нас ПА убило. Да. Эти коды, коды отвлекаешься. Здесь ты можешь минус 2 урона в тавр, плюс поставить крипа, который много времени даст в будущем, в потенциале. Это промокоды на розыгрыш вводить на сайте vplay, регистрируйтесь и будете участвовать автоматом в лотерее от Razer. На наушники, мышки, клавиатуры и даже ноутбук. А тем временем, опять, быстрый ход, отыгрывается бронзовый легионер и на нижней линии уже некоторая угроза, да, в виде 12 урона по вышке есть. Так что опасненько. Но здесь, конечно, интересное решение от Наймона. Он хочет дровку на первую линию ставить. Как он его будет защищать? 33%. Конечно, вот эти все красно-зеленые против красно-черных колод, наверное, самые нединамичные поначалу. Слишком много приходится майндгеймить, думать потом, куда пойдет противник и где тебе найти его, чтобы убить. А там еще Гаст и вот эти вот все майндгеймы занимают очень много времени. Быстрая подготовка, друзья, это Rapid Deployment, он же, по-английски, если будете искать, это выход сразу же. То есть обычный герой после смерти один раунд пропускает. Быстрая высадка, быстрая подготовка, она сразу же на следующий раунд выходит вам на высадку героя. Вот так вот. Ну и что же здесь, да, дровка удачно высадилась, поживет. Ну там 25% шанса было только неудачно. Там 33 вроде было, то есть один крип стоял уже и 2 крипа выходило, то есть 33. Смотрите. И можно разыгрывать Селемину. Ах, блин, а почему не Селемину разыграть сейчас? Уже есть эмиссари в руках, почему нет? Ну вообще интересный вариант. То есть смотри, Селемину сейчас разыгрываешь, потом Селемину со второй на первую. Ну тогда, тогда можно опасаться, да, что будут сразу тебя гангать, убивать как-то. И кстати, а что если гангануть сейчас прямо? Нет, не стал. Закрывает волка, не дает ему раскачаться. Тоже мы помним опасный юнит, потому что если не убить сейчас, он там уже добавит плюс 2 хп, и потом уже с ним разобраться будет гораздо сложнее. Вот отсюда он идет на первую, да, пошел? Или на окса? На третью линию он скидывает Селемину с фейвор. На окса, я понял. То есть у нас получается будет деплой троих героев, ну не деплой, а будет три героя на второй линии, нет, тренд умирает, то есть пойдет у нас... Зачем? Семь маны. Конечно, приятный темпо плей, но зачем? Если уж разыгрываешь одну, то можно было разыграть две, а здесь поставить тарус лифт друидов уж, если покупаешь время. А так на первой ты пытаешься найти больше уронов тавр, Скорее всего, смотри, он сейчас боится чего? Что выходит легионка, если он поставит Селемин с фейвор, ей сломает через смеш-дефенсис. А так он попытается развести его на смеш-дефенсис сейчас, чтобы Бристлбек его разыграл, и на первой линии уже не был сломан. Проверь, есть ли смеш-дефенсис у Депа Милишис? Потому что интересный момент может быть. Нет, у нее нету. Нету, только молоты. Только молоты целых два в колоде. Ну и один закупает уже себе молот. Молот также может сломать улучшение, если будет незаблокированный герой. Но все герои блокируются, только вот в мид-линии он, видимо, ее решил продать. Так что... Здесь ситуация такая же. Что, дуэль, кстати? Колоды можно найти по... Да, вот скинули, или по команде восклицательный знак колода. Колоды. Я думаю, здесь даже будет лучше не дуэль потратить. Может быть, гангнуть просто. Гангануть просто... Да, гангается люкан. Правильно. Это тебя убьет на этой линии легиона. И у тебя все равно есть дуэль на следующий ход, чтобы убить дровку, когда 6 манны. Нет смысла рано убивать дровку, потому что в итоге она дромится на 7 манну, где уже есть потенциально разыграть комбу. Так что лучше убить люкана на третий, где у нас стоит 7 мид с фейвор. Правильное решение, 1 пим, лишь я считаю. Ну, это лучший вариант, да. Сейчас еще можно, если никак не засейвиться, а засейвиться он может... Только броней какой-то, но нет. Тут с руки ты себя не засейвишь никак. 10 урона. Отыгрывается 7 мид с фейвор на первую следом. На первую, но здесь будет дуэль на следующий ход, поэтому... Угу. Можно даже было одеть демэджик ин мол, по идее. На легионку. Зачем? На следующий ход сломать, то есть ты убиваешь... Ну, если только придет кто-то, опять же, да. Угу. Под инициативу. Но рискованно. Есть шанс, потому что... Задеплоится крип. Ну, ладно. Она выбрала сломать здесь, не дать карту. Угу. Но, правда, там уже 2 эмиссари, поэтому это не супер критично. 2 эмиссари это хорошо. Опа, акса. Акса, красиво. Так правильно все делать, здесь акс уже не нужен. Да. Ну, красиво. Красиво, когда люди не боятся такое делать. А смотри, в чем... Так, я что важно хотел сказать. 2 эмиссари у него есть, маны нет. Только на 3-й. А тут с 3-й ситуация не самая лучшая. Все играют двухцветными колодами, потому что они более стабильные. У нас есть моноблю, у нас была моноблэк. Да, и они не показали себя пока что. Ну, опять же, я уже говорил во время перерыва, что вполне себе... Возможно, в дальнейшем, когда подточат, опять же, колоды, подточат опыт, много игроков. Возможно, появятся более играбельные версии. Так что... Не стоит списывать со счетов такие колоды. Ну, что же здесь? Еще один бронзовый легионер можно поставить. Да, это и делает. Но... Неудачно. Здесь 25% заходит... В элитного легионера. И... Часть урона теряется. Но крип остается. И будет еще создавать комбат позицию. Так, что еще? Прямо, кстати, не хватает единицы золота, чтобы украсть крипа. А представь, если бы он сейчас похитил эмиссарий. Это, конечно, забавно было бы. А ведь можно было захолдить. Можно было захолдить. Ты же играешь против красно-зеленой. Можно было ставить этот предмет на следующий ход. И действительно, похитить эмиссари можно было бы вполне себе. В основном черно-красная. Ну, нет. Черно-красная, красно-зеленая, синий-зеленая. Вот это основные три цвета. Три колоды, точнее. Ну и что, пролетел эмиссарий, стал уже в бой. И... Можно задуэлить, но уже поздно. Крипы все равно пробафаются. И в итоге у тебя герой погибает. Что здесь уже нужно думать. Возможно, есть смысл отсюда делать блинкаут. И потом под акса через берсер кол открываться. Ну, нет, 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 подожди. Подожди. Почему? Ну, хотя ладно, окей. Сейчас, окей. Я понимаю этот плей. Я понимаю этот плей, чтобы как больше юнитов. Это уменьшает аж на 8 вылет эмиссари в этом ходу. Ну, блин. Ну, хорошо. Я все еще пытаюсь переварить, почему не захолдить доминатор. И в следующем ходу не сваривать эмиссари. Хотя у тебя нет заспамных существ красно-черных такого, да? Эмиссар тебе не сильно поможет. Просто видишь, да, как бы там 3 эмиссаря. То есть ты одного условно уведешь. Это все еще не останавливает шансы на победу Наймана. То есть, возможно, с этой позиции, если посмотреть. Тут есть чувство, что у Наймана может упасть... Ой, то есть у Дэмпомилишес может упасть трон на первой линии. Так что шансы пока что непонятны. Нет стопроцентного ответа. Друг друга колоды открытые, да. Здесь же Бриндаггер. Одевается и выходит на третью лайн. Лич. Кстати, следующий ход будет ход Чейнфроста. Но 4 армора у Акса. И здесь Чейнфроста кидать не очень-то и хочется. Так что... Здесь нужно что-то придумать. Берсерк колон ничего особо не дает. В ответ же... Можно эмиссарий поставить, конечно. Но ты опять же боишься. Что прилетит просто Чейнфроста и все крипы умрут еще до момента, когда их успеет пробафиться. Стоит ли продавать сразу карты? Если нет коллекции, я бы не продавал. Я думаю, что сейчас лучший вариант это будет сдать Куб Дагру в Трента. Именно в Трента. Чтобы не было зеленого героя прямо сейчас. А на следующий уже... И уже Чейнфроста. Вот теперь уже все. Ну а теперь Куб Дагра действительно не сработает. И не боится, но выживает на одной единице здоровья. Почему нельзя было заранее это сделать? Ну почему? Я имею в виду, под твоей логике ты не хотела отдавать Куб Дагра в Трента. Ты нажала пас. А потом он ставит Чейт НДС. Зачем? Странно. Странное решение опять же. Которое пока что с высоты нашей сотни часов не очень понятно. Здесь же одевается сразу еще колечко. На всякий случай, если вдруг он умрет. И еще и под хил. И 11 здоровья теперь. Пробить не получится. Мана нет. Предметов нет. Больше Допомилишу сделать ничего не может. Да. Или не держится? Опять Доминатор. Это словно издевательство. Намекают как бы, да. Серия сегодня, да, Best of 3. Все 5 матчей будут именно в Best of 3 формате. Через несколько месяцев не будет стоить все 10 рублей. Но... Опять какая-то ошибочка у нас, походу. Почему не послать на первую линию ПА, чтобы слэем забрать эмиссари? Может... Я не знаю. Реально, ты кидаешь фантомку, кидаешь слэй. Но при этом ты теряешь инициативу. На третьей линии. Чего ты боишься на третьей? Берсер Кола? Дамрун не хватает у Акса. Так что я даже не знаю. В итоге не решается откинуть. И теперь из-за подобного решения может потерять... Она и потеряет вышку. Ну, а на третьей будет просто деф. Ну, короче, я не понял этого плей, честное слово. Может быть, забрать эмиссар и тавр бы стоял. Угу. А потом у тебя есть ганг. Если что потребуется, ты можешь всегда с первой линии уйти... Ну, загангать кого-то на третьей. Тоже интересное решение. Более слэй в руке был, блин. Ну, я не понимаю. Ладно, я понимаю. С другой стороны, смотри. Сейчас она ломает вторую линию. Без вариантов. Ну, не совсем без вариантов. Был шанс, что люкан пойдет туда с крипами. Ну, уже сейчас. Может быть. Сейчас только стало понятно. Сейчас понятно, что уже пойдет. Но сейчас сносится линия. И просто Депи Милишес попробует убить всех на третьей. И уже на следующий раунд выиграть. Потому что выходит только одна дровка. И одна дровка башню не защитит. Есть он, наверное, в Секретс. Ну и, кстати, на следующий ход будет время триумфа. Еще. От Депи Милишес. Тоже важный момент. Или Кан уходит отсюда. Хорошо. Пробафли его. Теперь не хватает ресурсов и трона... Пока что вышка даже держится. Вот, кстати, интересное решение. Я думал, там будет трон, попытка пойти. А тут борьба. Просто третью задефать, конечно, можно. Но задефать не то же самое, что убить. Ты скинешь эмиссари, а на следующий ход ты получишь тайм оф триумф. И тут еще слэй в эмиссари, на всяком случае. Тут есть слэй, тут есть... А Берсеркер Скол что-нибудь сделает? Нет, Берсеркер Скол. Можно попытаться убить крипа, друида, который трента. И самого трента. Попытаться. Чейн Фрост. Окей. Так, погибает первый зеленый, но остальные могут пожить. И просто по армору прыгают. Неудачный, конечно, Чейн Фрост. Не самый удачный, скажем так. Тут Старлайн. Эмиссарий. Нет, нет. Динпи Милишес не поведется на это. Ну а что она может сделать? А, у нее манта нет, да. Я думал, сейчас это попытка развести нас слэй через волка, но... Но нет. Нет, конечно, так-то не сработает. То есть, волк, эмиссарий. Ох, не понимаю я этих плей-эв. Не понимаю я этих плей-эв. Эмиссарий, кстати, поможет защитить Акса сейчас. Для Наймана. Там уроны не хватит. Он никого не убьет. Самое главное, что никто не умрет. А следующий будет Тайм оф Траймф. И это будет, ну, просто взаимная зачистка. Хорошо. А ты мог трон на первую сломать. Ну да. Найман думал, что пойдет в слэй на первую. Но, Сиро, зачем он люкан увел? Он боялся просто, что не хватит защитить ресурсов. Единственный вариант. Здесь у нас 9 золота. Можно еще фулл хилл закупить. Попробовать. Да, фулл хилл. И понеслась. Ну что же, выходит дроу рейнджер. Дроу рейнджер на третью линию. И вот интересный шанс. Ох. Еще два крипа на мид идет у нас. Димпи милишес. Шутки с шутками. Это уже по 16 урона в тавр каждый ход, а? Да. Время триумфа упадет на третьей линии. Еще не упадет. Там сколько? Четыре? А, уже пять. Все, пять героев. Я не понимаю. Мне кажется, Найманс сильный с мисплейлом. Просто проиграю себе сейчас игру этим. Тем, что он не попробовал пати в трон на первую. Из его колоды, которая должна ломать трон. Два мисаря здесь нашли бы урона. Угу. С люка нам особенно. Побоялся все-таки. Вот что есть способ снести третью. Ну и все. Тот. Это будет тот. И в лучшем случае это будет ничья. ДПМ, что? А. Это ничья. Это просто ничья, походу, да? Ну. А сколько урона он получит? Ему надо, наверное, сейчас скинуть. Ему нужно. Короче, в Smash and Reference, да-да-да, в Авернус. И искать крипа? Ха-ха-ха. Видимо так. Тот. Понятно. Офигеть! Это ничья! Он нашел тот! Вот это да, красивая игра от Неймана он нашел тот. Но некрасиво было то, что он не шел в трон на первом. Можно было сломать трон на первом. Да, уж, конечно, ситуация патовая. Но странно. Странно, что боялся насчет снесения трона на первое. Это ты верно подметил. Ну и сейчас кворум тут проработает. Окей. Напомню. Для тех, кто не знаком с механиками, ничья – это переигровка. Она не дает поинты никому. Сейчас по-прежнему счету остается 1-0 в пользу пока что DPM Elicious. DPM Elicious. Я сейчас сам начну путаться, потому что это отметили. Синчи. Синчи зовут нашу очаровательную леди сегодня. Синчи. Ну, если я не забуду, попробую так называть. Окей. Напомним, что до этого, позавчера, получается, было 3 ничьих подряд. Поэтому ничьи – это достаточно частая ситуация в артефакте, в отличие от того же Хардстоуна. Ну и что, попытка номер 2. Наймана зарашить свою комбинацию. Акс напротив Факса. Бристалбэк напротив. И снова Фантомка напротив Ликана, но в этот раз там крипы. Окей. Время триумфа не самая имбовая карта, ее можно переиграть при желании. Опять же, гораздо опаснее анигиляция в этом плане. А почему завтра ее будут звать по-другому, в общем, прикол, я ничего не понял. Я не понял шутки. Сложные шутки, ребят. Проще. Мы стримим уже какой час. Мы уже начинаем потихоньку атрофироваться. Ну, ты потихоньку, а я уже вчера. Контролируем и рандом, да. Итак, дуэль сразу. А у вас тут, друзья, промо-код. И 0034. Вводим на сайте виплей в разделе с кодами и участвуем в розыгрыше. Девайса футрейзер. Ну что же. Дуэль ради двух армора. Да, плюс, чтобы, не знаю, чтобы крипы не задерживались на линии, возможно, из-за брони, которую тренд дает. Может быть. Может, чего? Чего? Не понял. Из-за того, что крипы получают броню и типа их сложнее убивать. Все дела. Он не верит в рандом, так он без рандома убивал бы трон. Спасибо за фоллоу, Бодич. Добро пожаловать. А, он стримит сейчас игру свою, да? И говорит, что не пошел, потому что бейтс рандом. Так он вроде без рандома хватало комбы. Ладно. Второй деплой у нас выходит лич на вторую, дроу рейнджер на первую. Ну и дроу рейнджер здесь благополучно приземляется напротив крипа. И самое интересное, есть и Селемина, есть и Мистов Авернс. Теперь вопрос, куда это все пойдет? Имеет смысл это сделать, может быть, под второй лайн. Как бы не хотелось получить преимущество, но на второй лайн потом можно деплойнуть трэнда с легионом. И под трэнда, мы знаем, уже отлично заходит Мистов Авернс. Ну тадам. Но в этом случае ты не получишь прям бонусы по герою в этом ходу. Зато лич станет с 5 хп. Это хорошее решение, может быть. Как раз. Но Мист... Нет, он Росдивдруид разыгрывает просто. Возможно он сейчас... Так, это 5, это 6 маны. На следующий хат будет 8 маны. Если он сейчас откинет Селемину с третьей на первую. План такой. Игроки имеют право. Я не знаю, просто мне сказали, что стримит. Я думал, что он сейчас стримит, но видимо не сейчас. Да не, не. Канал Наймана Афлайн. Это кто-то дезинфу вкинул. Да. Окей. И в итоге очень неплохая стрелочка здесь для Наймана. В итоге фантомка... Почему? Это плохая стрелочка для Наймана. Почему? Не очень понял. То есть, думаешь, что он спушить хочет Лекана быстрее? Я имею в виду, крип и так его убивал. А вот со Stonehall Clock'ом уже как бы крипом в любом случае не убивал. Ну вот, если бы сейчас стрелка... Ну ладно. В итоге живет фантомка. Живет талеростый цензор. И Лекан самое главное живет. Но Селемину он кинул на первую. И теперь 8 маны будет, если ничего не придумать с крипом. Есть, конечно, Берсеркл, но только 5 мана. И разыграть его не получится. Так что поживет какое-то время, и 8 маны будет. Но и есть, конечно, Эмиссария, которую уже, по идее, можно поставить даже. Ну хорошо, это логично, послать двух зеленых, чтобы, если один умер через зеленую, ты все равно мог разыграть Эмиссари. Это мне нравится этот плей. Сейв плей, который при этом еще и даст в потенциале возможность по трьм героям прокрутить Эмиссари. Пойдут. Что за режим с разными колодами? Я не очень понял. В ХСе. Я такой не помню. Ну и здесь, да, еще одна Эмиссария на всякий случай. Ну и что, поехали крутить. Инициатива за Найманом, и крипчик выходит. Так, подожди. Сейчас я пытаюсь понять, а он просто пасует и все? Он взял карту. Она пасует, да. Она пасует и она взяла карту. Угу. Так, дровка. Сейчас она может умереть. Будет ли он ее телепортировать? Да, это весь урон уберет. Телепортировать это нельзя. Я, кроме артефакта, комментировал доту, counter-strike, hardstone. Ну и что, первая линия пока что самая ожесточенная. И там, ну, ответить на это не получается у DP Milicious. Телепортируется эта копировка. Угу. Ну, из-за этого крипчик не умирает. Напротив Эмиссарки. Ну, с другой стороны, это, думаю, не так критично. И, кстати, еще один дез еще. Появляется Sun Earth Secrets. Да, с улучшением. В итоге, можно будет откинуть третью на первую. Собрали разные колоды. Синий, черный, красный, зеленый. Проиграл колоду, поменял. По-моему, такое нельзя. По-моему, в турнирах не меняются колоды. Ну, здесь министов Авернус. И пошла жара. За сейвит. Не получится никак. И минус. Стоится Лекан. И Лекан, в принципе, неплох. Он может откидывать, конечно, заклина... Откидывать импрувменты на первую лайн. Но поздно, да? Если бы с первой на третьей другой был разговор. Обратите внимание, что есть роутит в колоде и в руке у DPM Milicious. Но вот нет уже возможности забрать двух-трех героев, чтобы сделать максимальный вэлю для этого. Да и Миссари уже разыгрышу с линию. Надо найти слей. Сейчас топ-1 карта для DPM Sincho это слей. Но только разыграть его не получится. Черных героев нет на линии. Так что... Здесь даже слей особо не помогал. Берсеркол не убивает никого здесь. Тринта только убивает. И все на этом. Тринта и... Да, и Розли в друиды тоже. Колода игроков можно посмотреть по команде. Восклицательный знак колода. Иру тут пошел в бой. Чтобы легионку продавить. Но... За 6 маны на одного героя это очень дорогой ресурс. Здесь же просто идет второй Миссари и... Страшно. Смотреть больно. Ну да. Просто... Просто больно смотреть. Ну вот он разгон. Да, получившийся. Так что... Жесть. Конечно. Вот такую уже без анеглядца ты никак не вырубишь. Даже тайм оф траймф ты его не сможешь разграть еще 2 раунда. Она использовала заклинание роутед. Все герои противника на фонтане получают минус половина урона. И минус... И так же если они будут на линии, то это... Тауэр над линией получает их минус одну манну. Очень такая сильная контроль карта на залог. Да, ее использовали в стартовых группах. И в итоге это помогало выигрывать. Но здесь на одного героя это не так сильно уже. То есть ты можешь просто его скидывать на какую-то другую линию, где-то там подзащищать немножко. И особо на своей основной линии не испытываешь. Ну, по крайней мере на этой колоде, где он тебе не так важен. Да, это карта, которую хочется разыграть получше. Только вот комбо-колода на третьем ходу уже разыгрывает свое комбо. Так что уже не убьешь. Ну и что же, здесь читиндес на эту линию. На эту линию, я удивлен. Пытается защитить, но от кого? Выходит, фантом ассасин. Ну вообще, согласись, а что еще делать, ДПМ? Второй нас пушит. В трон ей пушить трудно. Я только иди на третью, потому что против двух эмиссарей ты не подерешься. Да, да, да. Справедливо. И он будет с помощью двух защищаться. И там еще и крипчики. Зачем Кана, если крипы сами идут? И даже не боится отправить туда легионку. Несмотря на дебаф по мане, у него ее будет предостаточно. За счет 7 мин. Ну я бы сыграл, может быть, сейвплей на третью. Чисто так. Потому что один фиг тебе против двух эмиссарей уже ничего не сделает. И у тебя есть третий эмиссар, если вдруг слайд зайдет. Угу. Ребята, если все работает, поставьте, пожалуйста, плюс в чат, что у кого-то лаги. Ого, ого. Чайничек. Неплохо, минус тракса. Угу. Ну вот, миллиарды плюсов, так что есть подозрение, что все окей. Спасибо большое, можно заканчивать плюс. И сейчас просто 5 минут плюсов в чате будет. Окей. Ну и да, здесь 44 урона. Это больше уже, чем нужно. На следующий ход будет еще больше. Там под 80 за один ход можно будет трон донести. И даже Берсер колы не поможет. Я вот не знаю, можно разыграть дуэль, потом Старжа Лайн, поставить еще одного эмиссаря, и это будет 100% трон на следующий ход. Ну, а это он собирается делать. Ну все, минус 82 просто. Там ты даже при всем желании никак не сможешь. Что, он не будет еще одного эмиссаря ставить, нет? Да и вообще смысла особо нет. На самом деле, можно просто жать кнопку паса и не париться. Кто-то без звука смотрит, думает, что... Окей. Ну ладно, 1-1, я думаю. Ну, Найман Комбэчит прям по красоте. Смог собрать пассианс и... Такое. На третий ход эмиссаря. Ну да. Но сейчас решающе будет. Вот мы шли без задержек и прям добрались до самой мякотки. Ну, что-то констрактит. Хочется все-таки драфт покатать. Ну, бывает. Драфт, конечно, повариативнее. Будет ли он ставить интересное? Будет ли он ставить эмиссаря на третью для подстраховки? Или скрыт инициативу на гаст? Здесь своего убивает скавдегра. Вот это плей, конечно. Это БМ? Нет, это чтобы попытаться выйти. Или же попытка. Попытка задефить первую линию, а потом прыгнуть на третью. Это только так можно выиграть. Если ты сейчас выходишь Аксом, выходишь Легионкой, Бристалбеком на первую лайн. Три юнита. Крипы не идут на первую линию. А Бристалбек? А, Бристалбек не выходит еще. А вот уже сейчас увидел. Ну, ты просто получаешь гаст и потом еще один эмиссаря. И все. Ну, а сейчас эмиссаря поднимется на табелоплощадке еще больше. Найс стрелочки, конечно. 42 урона в Легионку. Красиво деплоем. Тут же гаст. Но сейчас эмиссарей все поправят. Искликнуть и случайно одеть Серафим Шилд? Хороший план. На победу. Спасибо за фоллов, Игорь. Добро пожаловать. Вопрос. Атака от эмиссаря сохраняется после смерти? Да. Это пермаментная модификация. То есть она не зависит от юнита, который его дал. Поехали, Круциц. 24-2-8 Акс. Красивые цифры. Кстати, на самом деле почти хватило. Если бы хотя бы два крипа сюда заспаунились, то это бы хватило, ты прикинь? Хотя бы два, то есть все два крипа. Восемьдесят девять. Я вдруг понял, как она могла задевать эту линию. Со второй линии на первую кинуть Сприндзе Трап и потом же съесть Бристлбека, а Лича оставить. Она никого не съела, она просто убила Кап Де Грейс с помощью, ну то есть Лича. Она съела Бристлбека на второй линии Личом. А, я пропустил этот момент. А у нее был? А, и Сприндзе Трап был, да, был, был. Угу, слушай, тогда это звучит как хороший плей. Она могла задевать, да. Но не то, чтобы она могла потом снести линию, но типа я могу купить один раунд. И таким образом это один-один, друзья. И сейчас будем ждать, что же изменится на третьей решающей карте и кто же заработает свои первые три поинта. Да, это все еще первый Бест оф Три. Найман против Дипи Малисшес. Без Аксайли, без Траксы нет такой колоды. Есть, была у Мэла и у Сильвернейма. Они были без Аксай, без Траксы. Но они уже прииграли. Так что да, спасибо всем за фоллоу, Субмарина, Лекзи. Добро пожаловать на мой канал. Толку от того плея. Но всегда плейть нужно так, как можно, чтобы выиграть себе время для дальнейшего снесения вышки. Почему нет? Ну вот, если бы не тот момент с Четендес на третий, то были бы шансы третьего донести. А так не факт, да. Да нет, типа такое, все равно трудно. Как-то он по трамлиниям выиграл, потому что, ну потому что не надо. Если ты видишь, что чувак разыграет Камбу, не надо прыгать туда и пытаться передавить его. Обязательно не передавливается. Доказано Найманом, да. Ну если нет, аннигиляция. Это уже доказано Мэла. Ну и другие миссии с зелеными колодками. Три колоды без окса дровки, и все три они уже проиграли. Вот они, хайлайты с этой ничьи, где время триумфа, который он достал с помощью Smash the Defenses. Так что, мощно-мощно. Да, модификация это значит первоментный эффект, то есть он сохраняется навсегда. На юнитах, понятное дело, они умирают. На героях, они после выхода сохраняют модификацию. Трехцветные колоды очень часто можно видеть в драфт-режимах, в драфт-турнирах, поэтому вы наверняка на них еще насмотритесь. И Гром Волт, Элдер и Динозавр, и Ярик Крымс. Добро пожаловать, спасибо за фоллоу. Располагайтесь, мы тут с вами на всю ночь. Всю воскресную, или суббог, как осень. На всю воскресную ночь. Ближайший драфт-турнир, ооо, это я не знаю. Посмотрите на сайте doubledraw.com, там список турниров, помню, сейчас есть. Ближайших. Да, корианка 22 тысячи часов в доте с половиной, и артефакт 2 с половиной часа. 2 с половиной тысячи часа. Ночь уже понедельник, да, вообще так-то. Воскресенье, понедельники. Да, сегодня последняя группа играют. То есть это все, это последняя группа с Naiman, DeepMalicious, Dock и LifeCoach. Сайт с турнирами doubledraw.com. Doubledraw.com. Плей-офф начинается завтра на канале Artifact Zone. Парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап в конструкции здесь много... Всегда есть карты на то, чтобы убить героя. Не играются колоды без карты убийства героя. А если у вас троцветная колода, то вашего героя, единственного героя вашего одного цвета будут по КД убивать. Это да. Поэтому шансы на розыгрыш его карт это практически... Не то чтобы равны нулю, но они всегда стремятся к этому. Хайп на самом деле силен. Да, хайп действительно... Показывал, опять же, напомню, результаты и в закрытой бейсе, и в открытой он тоже себя показывал достаточно сильно. Добро пожаловать DDX, SSS, DDFT, Johnny, Will, Grizzly, Grizzly, Эй. Спасибо за фоллоу. Вы располагаетесь поудобнее. Не понял. Не понял. Сигнатурочки воруют. Да. Ну вообще, ну гад, господи. Нет австасских прав на это. Поехала. О, третья карта. Опять умирает Люкан. Бедный Люкан. Да, слушай, ну погоди. Это какой раз? Это четвертый раз уже? Третий раз, когда умирает Люкан, по-моему. Ну, третий раз, когда он умирает, и четвертый раз, когда он напротив фантомки. У них, по-моему, какие-то счеты есть. Хоть он и не Иллидан, но все-таки такой, да. О, Иллидан? Ну, знаешь, в доте же фантом Ассасин, это, господи, как она по лору Варкрафта охотилась за Иллидан. Ну, ладно, сложная шутка, понял. Винга, Винга, стражницы его, по-моему, нет. Нет, фантомка. Так, промокод, друзья. С, четыре, девять, один, один. С, четыре, девять, один, один. Идеальная фигура по крипам. Ну, тут сложно выявить какую-то конкретную кривую. У каждого свое. Я беру обычных крипов десять. В этом промежутке. Если крипов не заходит, но, в принципе, можно отыгрывать от крипов, в которые приходят каждый деплой своих мили-крипов. Да, Маев. Ну, что же, куда? Лич полетел на первую, кстати, в этот раз. Но тут внезапно стрелки бахать хотят по фантомке. С другой стороны, есть уже фласка, поэтому фантомка будет под защитой. Но первая линия опять уже начинает пушиться четыре мили крипа. Небольшая угроза. Но тут оглодим. И это резко сократить число крипов. Да-да-да. Или дан где-то здесь. Вот это вот все. Промокоды вы вводите на сайте виплей в разделе с кодами и получаете участие в розыгрыше призов от Razer, которые являются спонсором этого турнира. Все совершенно верно. Ну, что же такое? Нет, колоды перед турниром регистрируются, и вы играете весь турнир одной и той же колодой. Ну, не вы, они. Да. Да. Вообще-то Templar, не-не-не. Там я точно помню, что в первой доте Антон Ассасим это говорил. Ну, моделька точнее, да, как бы была взята из маев. По-моему. Ну, господи, ладно, сложно. Давайте обратно к игре. У нас тут уже Nerf Secrets есть, есть Elements Favor, есть Starline, разгон есть. Осталось найти то, для чего этот разгон делать. Ну, да, сейчас надо просто Nerf Secrets разыгрывать, получать карту, и все. И ждать. Так что, давай посмотрим. Elements Favor откидывается на третий. Уже 8 маны. Слушай, 2, Elements Favor уже так сильно хочет идти в эту линию. Опасненько. Опасненько. Результат их ничего не добирает. И выходит Ликан, и Легион Коммандер. Неужели он хочет? Он хочет разграть время триумфа на третий. Да, почему не по трем героям, и потом уже искать деггера? Это, да, это хороший вопрос. Возможно, боится, что ему помешают, но там 2 с Elements Favor, то есть сломать никак не получится комбу. Почему? Получится. Нету Smash Defense, герой будет заблокирован. А, точно, точно. Так что, а, вот сейчас, кстати, можно... А без раки все равно не получится. Никак. Ну, смотри, если сейчас Легионка выйдет в открытую, то есть шанс. В смысле, есть шанс? Есть шанс на что? Что Легионка будет открытой, и молот поможет сломать одну сельмину. Так нет, там же 9 манны. А, и уберется 2, и тот не будет разыгран. Нет, в смысле, ты надеваешь молот, разыгрывается тот. Это же в 2 хода делается. Точно. Точно, точно. Ладно, это уже все. Выживание. У меня уже заезжает потихоньку. То есть, вроде 100 часов наиграл, а все равно забываешь об этом. Ну, как так? Ну, что же здесь? Бристлбек удачно, он может сейчас дуэль потратить, сломать Бристлбек, о, Люкана, и получить армор. Да. В управлении стрелочки. Это верно. Армор, плюс убрать сюда Люкана, чтобы он не мешался больше. Но, Дипим Лишис не решается на этот ход. Здесь блокируется волком теперь уже, и все замечательно. Не хватает мулигана и сайдборда. Ричард Гарфит решил, что здесь это не нужно. Здесь же дуэлька. И тренд погибает, так что... Поэтому, поэтому он сохранил статилу с собой. Да. Поэтому он не стал Бристлбеку брать два армора. Она. А здесь вот один... Он это игрок. Да, хорошо. Ты понимаешь, это игрок в артефакт. Хороший игрок в артефакт. Никакого сексизма. У меня никто нет и не было. Ну да. Здесь вот и время триумфа на одного героя прожимает. Так. Интересное решение, что он с ним будет делать здесь. Здесь бронзовый легионер, и вышка-то восемь урона получит. Остается не так уж и много ресурсов. Может быть мы что-то не видим. Просто по мне так тот в одного героя это слабое вэльё. Очень. Если нет блиндайгера, чтобы переместить этого героя на какой-то лайн, где ты можешь выиграть благодаря этому. Так что сомнительно. Закупается еще ревт что согнет ринг, плюс 4 хп, минус награда за убийство. И отправляется на первую линию дровка. У меня дровка там была. Блин, еще один селинс фавор и есть старзалайн. А там есть куда-то... Да, там есть куда-то грас. Грас есть, конечно. проблемки. Нужно вот идти в один лайн на некуда. Все три линии пока что очень сильно проседают. не столько сейчас отправлять трента в мид потом. Там пытаться что-то сделать, но это как-то слабо. Здесь подхил, есть кольцо, выжить-то можно. Попытаться, но тоже не точно. Нет, честно, я не знаю. Я просто жду. Типа, это такая не то, чтобы... Сейчас я подбираю такие цензурные красивые слова. Это очень неприятные колоды красно-зеленые. Блин, это смотришь на это, эти тоты, эти эмиссари. Ну, неприятно, но, как видишь, выигрывается... Она эффективная, но ведь у сини-зеленых в разы шансов больше нее. Какой? Сини-зеленый? Да. Да. Сини-зеленый что-то гоним санктумов очень серьезные. Я думаю, это банна всегда, на самом деле, с такими речами. Да? Ну, давай. Ну, что же, сейчас ситуация неприятная. Первый лайн падает, третий лайн падает, и единственный вариант, куда ты можешь это второй лайн, бристлбэк стоит и мешается. Пусть у него и четыре здоровья, все еще проблемка. Ну, короче, ошибочка была от Наймена. Да, ошибочка. Берсерк кол. У него колечко было в руке, он мог надеть кольцо на люкан, и уже потом спокойно разыгрывать комбу. Да. Потому что ни дуэль, ни бирсерк колл у красных ничего не сделали, а он... Это просто мисплей. Я пытаюсь оправдать, но, по-моему, это чисто мисплей. Что, почему можно было бояться одеть колечко в начале, есть мысли? Только если защищать кого-то другого, но защищать никого другого больше нет. Акс погибает берсерк кол, 12 урона вышку, но этого все еще недостаточно. Сейчас выходит тренд. Пока еще, кстати, рано, да, то есть боятся тоже дуэли, он выигрывает еще больше времени, 4 урона только залетит в тавер, заберется карта, еще можно будет здесь посражаться, выходит зеленый герой, и третью линию можно будет укрепить, вместо Фавернус. Блин, не знаю, укреплять линию, где уже у тебя герой с тотем, хотя она падает, вот в чем проблема, она падает, несмотря на тот. Здесь герой с тотем, увы, с краю стоит, и никак не может помочь еще зачистить крипов, но два крипа выходят на поддержку, и таким образом можно попытаться в митвисе, но ты хочешь разыграть комбу еще с эмиссарией, поэтому тебе придется отправлять туда еще героя. И что же теперь? Думаю, это насчет отправления легион-коммандер. Ага. Интересное решение в мид. А сколько там здоровья опять? У меня мелко как-то. Где? Пять у Акса, да? У Акса, да, пять. То есть он не умрет от дуэли. Почему не умрет? Шесть. А, да, да. Серия два брони полностью брони и в итоге поживет Акса один ход. Ну, а первой линии урона не хватает, на удивление. Кстати, можно загонгать Акса сейчас, вот что самое-то обидное. И при этом еще и Фантомка выживает. Подожди, это будет триггер роутед сейчас? Да, это будет триггер роутед. Это вот это вот эта карта, да. Эта карта сейчас похоронит Наймона. Вот. Ты сделал один герой тот и получил три героя роутед. Как дела? Угу. И распределяет ресурсы, чтобы можно было за два хода сломать. Потому что роутед выйдя на лайны, ты ситуацию не исправишь. Ну, герой под роутед. Слушайте, ребята, в Казахстане же плюс пять часов даже от моего времени у них уже час или два ночи. Он мог просто на самом деле уже устать. Может быть. Вообще, то есть, ты знаешь, что турнир... Может, наоборот, не проснулся еще? Да нет, нет, у них сейчас два ночи. Нет, я в том смысле подготовиться. Даже если ты знаешь, все равно это трудно, типа. Ну, погоди, но Наймон киберспортсмен уже давно. Турниры по не самому удобному времени для него не должны быть проблемой. Так что сомнительное оправдание. Ну, конечно, у него сейчас дочь родилась, и вот это могло помешать, да, спокойно и комфортно отдыхать. Возможно. Тем более. Возможно, да. Так что я не думаю, что как бы этим можно оправдывать плохой результат, но, тем не менее, такие, такие, ну, как бы, факты есть. Я пока видел только один явный сплей, это вот с колечком был на второе линии. Кстати, он мог зарешать, там бы герои выжил, и миссарка была, ну, так что да, он реально мог зарешать сильно. Ну и сейчас выходит три героя, но смысла не было. Смысла не было в этом плее через тринта на второй, потому что стрейтит и снесется, а надо первый и второй дефать, а не дефается. Там выходят герои и грустненько. Если ты отправляешь двух героев, это минус две маны. У тебя все бафы на третьей линии. Ну, брендаггер в легионку. И поехали на вторую защищать. Окей. Что можно придумать? Миссарик понимая, тебе миссарик. Ты все равно не сносишь сейчас. Трон ты здесь точно никогда не снесешь. Может, имело смысл читин дес и с элемент с фейворот играть, чтобы было больше вариативности на первых двух линиях, нет? Первую линию защищать тяжело будет. Возможно, попытается снести вторую. можно было обоих улучшений на вторую и пойти обоими черными героями на вторую и там драться. Зелеными, то есть? Да, то есть с третьей линии вместо вот этой эмиссарки можно было скинуть читин дес и сэмис фейвор на вторую линию, туда пойти двумя зелеными героями и у тебя нивелируется эффект от ротида из-за сэмис фейвора, то есть маны по-прежнему восемь хватает на миссаре хватает на берсеркер кол или на тот хороший тоже вопрос почему он не пробав легион комиссарей тот на нем конечно уже есть но лишнее баф плюс два плюс два не будет а это уже четвертая игра первая ничья да это четвертая игра ничья не меняет счет ничья сохраняет результат ну и что трое выходят на вторую линию здесь пытаются выйти но шесть маны что за шесть маны подожди а зачем зачем два героя на первую линию чайник тут типа чайник скорее всего зачистит и крипает дровку и все да раз два нет раз два нет да ладно да все easy и все оружие нет что ли оружие какого оружия а ты имеешь ввиду оружие нет да не закупил 12 золотых не закупилось отдал топ и заберет две линии дарк как он заберет вторую линию мне очень интересно посмотреть silver 2 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 2 проиграл 2 1 2 2 25 урона может берсерк колом шансов нет 7 плюс 8 все равно 1 1 1 1 1 1 1 1 1 надо пасовать на ему надо пасовать и и на первой линии у него будет берсеркер код для дефа ну давай посмотрим а куда он уже не у нее нет предметов в руке то есть дагеров нет он может просто на первой лично задавьте axon там только лич да слушай берсеркул и несмотря на то что на эти линии товары не ломается нельзя жать ими сарку иначе будет ну нет ну хочется ему сломать так но и посмотрим читин дес так ладно ладно читин дес все может согласен согласен дес может помочь мисту фавернус так что чайник не сразу убьет но будет много много шансов чтобы убить еще сели минуту даже просто он мог скинуть газ ты потом берсеркер код типа чем такое нет но скорее всего я что не успеет если он еще один еще на один ход откладывает у него трон ломается на второй там три героя под то там ты крылья под то там это ничто ну это 35 урона дождись это сейчас респлатировал чем посмотрим на стрелочке 20 ну 20 окей потому что он берсеркер кодом сто процентов убила лича на первой линии поэтому мне казалось что стоит скрыть инициативу но он решил себе купить третью линию сразу и сконцентрироваться на 1 наверное но сейчас чем frost единственный вариант выглядит да или есть нет кабы гранита грамм подожди а у оксада 5 хп если надеть часики то не умрет не 5 хп 11 ну вот вот он вот он вот он ну что берсерк и вот теперь часики нет чай фрош дает инициацию инициативу минус найман опять хотя может дуэли крипов можно дуэли крипов а может дуэли клича и потом еще без сервер колл нажать охватит урона тогда 5 да да можно за дуэли клича в ответ ловит ничего ничего и да да тогда шанс есть но третьей линии урона не хватает все еще на пока там 2 миссарки там сейчас 37 это мало это даст плюс 34 урона по моему все еще не хватает и стеркер колл и теперь еще дуэли влеча а погоди а блин дагер на вторую линию легионки активен она сколько ход назад два хода назад два хода назад уходила и сейчас по идее если блин дагер активен то он может забрать недостающий урон да блин дагер активен но там дуэль а умрет ли вам слишком мало здоровья слишком мало здоровья единицы хпм блин дагерам не успеют улететь просто дуэль к на берсер колл тоже ну кстати но нет 37 урона подожди 37 урона на второй линии туда может кинуть раксу с гостом можно тогда у тебя пойдет первая линия сдается но сдался на ему сдался сдался такая тяжелая игра но только 1 2 в польском и Продолжение следует...